Александр Блок Как и великий поэт, есть явление единственное, с душой, не похожей ни на чью. Его темы огромны, его тоска вселенская. То, о чем он писал, казалось таким выстраданным, что, читая его, мы забывали следить за ухищрениями его мастерства. Для читателя это не просто произведение искусства, но дневник, а подлинно переживаемо. Но только по внешности это был мрачный дневник, а на деле радостный, потому что Блок, несмотря на все свои мрачные темы, всегда был поэтом радости. В глубине глубин его поэзии есть именно радость о жизни, о мире. Поэт всегда говорит миру «да», даже когда он говорит ему «нет». Творчество всегда есть приятие мира. Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета. Мать поэта, Александра Андреевна, урожденная Бекетова. Детство мое прошло в семье матери. Семья моей матери причастна к литературе и науке. Дед мой, Александр Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета. Я и родился в ректорском доме. В нашей семье любили и понимали слово. Здесь господствовали в общем старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Он был заботой женщин нежной, от грубой жизни огражден. Летели годы безмятежно, как голубой весенний сон. Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет. Лето Бекетовы проводили в своем маленьком имении Шахматове. Мы часами бродили с дедом по лугам, болотам и дебрям. Выкапывали травы и злаки для ботанической коллекции. Помню, как мы радовались, когда нашли цветок ранней грушевки, вида неизвестного московской флоре. Александр Блок навсегда полюбил эти места. На вопрос анкеты, где бы вы хотели жить, он ответил. В шахмате. В хорошее глубокое лето мне удавалось найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина. Пропадая на целые дни до заката, он объезжал окрестные холмы и поля. Высокий белый конь, почуя прикосновения хлыста, уже волнуясь и танцуя, его выносит в ворота. В семи верстах от шахматова находилась Боблова, усадьба Дмитрия Ивановича Менделеева, великого русского химика, давнего друга Бекетовых. В юности Александр Блок стал бывать у Менделеевых особенно часто. Межлистьев сирене мелькает белый конь, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. «Сердце бьется тяжело и глухо, предчувствие или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входящего в мою жизнь», вспоминала дочь Менделеева, Любовь Дмитриевна. В Боблове молодежь увлекалась театром. Блок стал бывать у нас часто и с увлечением принял участие в спектаклях, исполняя все главные роли. На вопрос, что ставить, у него готов ответ. Гамлета. Монологи из Гамлета знает он наизусть, так же, как монологи Ромео и Отелло. Но Гамлет привлекает его неодолимо. Сцена из Гамлета. Офелия, Любовь Дмитриевна Менделеева. Гамлет и Офелия. Это казалось поэту исполненным особого смысла, становилось стихами. Годы спустя он вернется, к этому воспоминанию. Я Гамлет. Холодеет кровь, когда плетет коварство сети. И в сердце первая любовь, жива, единственной на свете. Тебя, Офелию мою, увел далеко с жизни холод. И гибну принц в родном краю клинком, отравленным за голод. Четыре года назад я встретил вас в обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот факт не замедлил произойти тогда же. Воздух, окружавший нас, звенел теми тонкими напевами, которые Блок улавливал и заключал в стихи. Мы часто встречались в соборах. Я твердо верю в существование таинственной и непостижимой связи между нами. Меня оправдывает глубокая вера в вас, как в земное воплощение вечной женственности. Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей, но меня, живого человека с живой душой, вы не заметили. Когда ты говоришь, пожалуйста, без мистики, ты как будто произносишь приговор над моими стихами. А они поют тебе и о тебе. В 1903 году Любовь Дмитриевна Менделеева стала женой Блока. Слава молодому поэте опережает его появление в печати. Стихи его переписываются, передаются друг другу. В Москве образуется кружок горячих его поклонников. Уже утверждают, что он первый из русских поэтов современности. С первых же строчек Блок стал мне любимым поэтом. Вспоминает писатель-символист Андрей Белый. Встреча в Москве стала началом их многолетней дружбы. Мы сразу почувствовали взаимную перекличку. У меня было от него ощущение какой-то тихой силы и незаурядности, которая исходила от его молчаливого, приветливого облика. Нов был Александр Блок во всем, начиная с поэзии и кончая личностью. Шум времени нас с ним свел. Шум иного ветра развел одно время, но подготовил к новой встрече в теме Россия. Россию мы с ним любили особой любовью. Самый страшный, зовущий молодящий кровь из европейских городов Петербург. Воздух родного города стал материей, из которой соткана поэзия Александра Блока. Он много лет прожил в старинном здании гренадерских казар на окраине столицы. Рядом были фабрики, рабочие кварталы, мир привычной нищеты. Здесь как-то не так. Очень грустно. Совсем захудалая жизнь. В воздухе носился сладостный и смертоносный запах. Так чудилось поэту. Хочу действенности. Чувствую, что жизнь не ждет. Старое рушится. Грянула первая русская революция. Какое важное время. Великое время. Писал Блок. Мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такой острой напряженностью, какую едва ли можно выразить. Страшная злоба на Петербург закипает во мне, ибо я знаю, что это гнилое ядро, где наша удаль мается и чахнет, окружено такими безднами, такими бездонными топями, которых око человече не видела, ухо не слышала. Петербург. Гигантский публичный дом. Я пишу так крикливо от того, что хочу выразить ненависть к любимому городу. Отдых краток. Там только, где мачты скрипят, барки покачиваются. На окраине, на островах, у ног залива. Еще долго будет там водиться откровение. Небесные зори будут волновать грудь и пересыпать ее солью слез. Будет мировая несказанность влечь из Клоаки. Во время долгих одиноких прогулок сквозь пошлое и обыденное проступало непостижимое, прекрасное. И каждый вечер в час назначенный или это только снится мне девичий стан шелками сваченный в туманном движется огне. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованную и очарованную даль. Актриса Наталья Николаевна Волохова вспоминала. Мы совершали большие прогулки, во время которых Александр Александрович знакомил меня со своим городом. Действительность настолько переплеталась с вымыслом, что я невольно теряла грань реального и с восхищением входила в неведомый мне мир поэзии. В те ночи светлые, пустые, когда в небу глядят мосты, они встречались как чужие, забыв, что есть простое ты. И каждый был красив и молод, но, окрыляясь пустотой, она таила странный холод под одичалой красотой. Я помню ночью перед самой зарей, рассказывал Чуковский, когда Блок впервые прочитал Незнакомку. Читал он ее на крыше знаменитой башни поэта Вячеслава Иванова, у которого по средам собирался для всенощного бдения весь артистический Петербург. Из башни был выход на крышу. Мы, художники, поэты, артисты, вышли под белесое небо и Блок медлительный, внешне спокойный, по нашей неотступной мольбе уже в третий, четвертый раз прочел эту бессмертную балладу. Поэт и теоретик искусства Иванов обладал даром объединять самых разнообразных людей. Здесь бывали все Валд Мирхольд, Максим Горький. На башню привлекали дискуссии о культуре, философии, в которых сталкивались самые противоположные взгляды. Но многие ждали мига, когда по окончанию словопрений выходил читать Александр Блок. Жизнь его есть эпоха настолько, что эпизоды этой жизни, превращенные им в стихи, становились любимыми строчками всего живого и передового. «Я очень театральный человек», писал Блок. «Это есть та область, где искусство соприкасается с жизнью. Они встречаются лицом к лицу. Здесь происходит вечный смотр искусству и смотр жизни». В своих пьесах Блок умел одним махом волшебной палочки создать атмосферу подлинной театральности, заметил Всеволод Мирхольд. Он поставил балаганчик Блока и сам сыграл Пьеро. Воплотить такую ажурную пьесу казалось нереальным. Однако Мирхольд нашел для нее сценическую форму. «Когда мы надели полумаски, вспоминала актриса Веригина, что-то случилось такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Мы были в таинственном мире поэзии Блока». Упал занавес и зал разразился овацией, шиканьем и свистками. А перед смятенной толпой стоял гость неведомой страны Александр Блок. И в потемневших глазах его была грусть и усмешка. мы живем в эпоху распахнувшейся на площадь дверей, подпылавших очагов, потухших окон. Милая, я начал тосковать по тебе. Что за охота проваливаться на краю света с третьестепенной труппой? мне очень надо твоего участия. стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. давно я не прочел тебе ничего. Нам надо, надо быть вместе. Блок я знал давно по книгам и думал приду к нему и скажу вот я Сергей Есенин привез вам свои стихи. Вам только одному и верю. К Блоку приходили многие молодые поэты. Анна Ахматова, Николай Клюев, Елизавета Кузьмина Караваева. Незадолго до Первой мировой войны Блок путешествует по Европе. В Италии он размышляет об истоках европейской культуры. Италия трагична подземным шорохом истории и прошумевшей и невозвратимой. Единственное место, где я могу жить все-таки Россия. В конце пути исполненного противоречий расстилается вечная равнина, первоначальная родина, Россия. Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Я смотрю на вас в карман в третий раз и волнение мое растет, писал Александр Блок оперной актрисе Андреевой Дальмаз. Я неизбежно влюбляюсь в вас, едва вы появляетесь на сцене. Чувство к Дальмаз вызвало к жизни гениальный лирический цикл Кармен. Не знаю, как случилось, что я нашел вас, не знаю и того, за что теряю вас, но так надо. Надо, чтобы я испытал сейчас то, чего я не испытывал никогда. Точно с вами я теряю последнее земное. Июль 1914 года. Россия вступила в мировую войну. Чувствую, что вся война на плечах России. Милая, на днях я послал журнал отрывки твоих писем. Называться это будет «Из писем сестры милосердия». Александр Блок был мобилизован и направлен в инженерно-строительную дружину летом 1916 года. А несколько месяцев спустя вернулся в революционный Петроград. Самодержавие в России пало. Временное правительство назначило комиссию для расследования деятельности царских сановников. Блок стал редактором ее отчетов. Работу в комиссии он рассматривал как свой гражданский долг. Мы переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по величию. Я вижу и слышу сейчас то, чего никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. У меня напряжены нервы и мозг. Дело мое страшно интересное, но оно трудное и берет много времени и все силы. Что за мразь столько лет правила России, писал Блок о бывших царских чиновниках. Осенью 1917 года Великая Октябрьская революция свершилась. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул, гул, страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. В эти дни Блок писал поэму «12». Я жил с современностью. Черный вечер, белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем божьем свете. Поэма была создана на едином дыхании. На пустынных улицах Петрограда меняется ход мировой истории. Шаг держи, революционный, близок враг неугомонный, вперед, 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 рабочий народ. Закончив поэму, Блок записал в дневнике «Сегодня я гений». В эти же дни он дал интервью одной из петроградских газет. Может ли интеллигенция сотрудничать с большевиками? Может и обязана. В трудное послереволюционное время Блок активно включается в строительство советской культуры. Он работает в издательстве «Всемирная литература», готовит издание Гейны Лермонтова, пишет очерки. Изумительно и беспримерно тщательность, которую он вкладывал в свой труд. Но стихи не пишутся. Надо ждать, когда слова прорвутся сквозь вихрь чувств еще не оформленных. Музыка времени звучит во мне. Верю, придут и слова. О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может юноша веселый в грядущем скажет обо мне. Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света. Он весь свободы торжество. Когда удавалось освободиться от дел, он по-прежнему уезжал за город. благодаря морю начинаю опять оживать и надеяться на что-то, чего не было очень давно. и снова в жизнь Блока вошел театр. Блок ведал литературной частью нового театра трагедии, романтической драмы и высокой комедии, большого драматического. Артисты театра вспоминали о Блоке. Максимов. Это были незабываемые для нашего театра времена. Монахов. Александр Александрович наша совесть. Юрьев. В нашей среде он был мерилом справедливости. В апреле 21-го года в театре состоялся творческий вечер Александра Блока. Молодежь забила все проходы в партере. Успех Блока был огромный. Вот аплодисменты стали утихать. Публика начала медленно и неохотно расходиться. Петроград в последний раз слушал своего великого поэта. Срочно Кремль Луначарскому у Александра Блока острый эндокардит. Положение крайне опасное. Спешите иначе погибнет горький. Я часто думал о бесконечности мира, о вечности жизни. Думал, что формы нашей земной жизни не есть нечто единственное, но лишь одно из бесконечного множества форм. 7 августа 21 года Александр Блок умер. Блок. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что пишет стихами, но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии. Поэт. Александр Блок. 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 Блок.